всем привет опять варю малину каждый год одно и то же буду готовить на этот раз несколькими способами малины в этом году очень много правда у нас на участке для того чтобы только покушать малина растет основную малину мы собираем в лесу нынче на малину хороший такой урожай и очень много малины муж ездил сегодня с утра собрал второе ведро не поехали все потому что дождь был сильный и в общем он нас пожалел поехал сам то я уже второй тазик привариваю малинка хорошая такая целенькая вот так что мне еще одно ведро большое надо будет сейчас перебрать часть хочу поморозить наверно часть свою традиционно а часть буду жарить сегодня мне прислали рецепт жареная малина ну я посмотрела честно говоря не вдохновилась потому что я жарю по-другому обычная смородину так готовлю клубнику можно так приготовить ну и по-своему буду тоже жарить потом покажу как я жарю получается очень быстро можно приготовить варенье таким образом под крышку прекрасно стоит потому что уж если смородина стоит у меня при комнатной температуре то я думаю малина будет тоже стоять потому что ягода более сладкая сахара надо меньше чем к смородине хотя и смородину я слишком много сахара не добавляю не помню снимал я по смородину или нет но следующий раз когда я соберу я посмотрю себя плейлистах есть у меня там смородина или нет варенье смородина надо посмотреть если нет то снять потому что рецепт очень хороший заодно уже покажу как я не делаю сделала уже практически у меня готова это перекрученная земляника с сахаром я сейчас по баночкам почистым и разолью и холодильник она хранится только в холодильнике сахара здесь у меня один к двум получается я кладу перекрутила землянику на комбайне добавила сахара один к двум то есть на килограмм земляники два килограмма сахара стояла ночью меня земляника смотрите какая она сейчас вот не такая густая в холодильнике она постоит она загустеет а сейчас она в общем еще такая жидковатая у нее очень приятный запах мы очень люблю такую землянику блинчиком на торты я использую потому что смотрите какая красота какая красота и цвет сохраняет и вкус и запах все самое главное условие чтобы разошелся сахар чтобы не выпадал потом сахар и не хрустел на зубах то сейчас его по баночкам и и разливаю мне еще один вот такой тазик небольшой разливая сырое варенье хочу показать какое на густое смотрите густое при густое буквально еще наверно получать это оставлю на столе а потом в холодильник и на зиму перелила